Друзья, мы продолжаем. Неожиданно, успела быстро-быстро сказать, но теперь более детально. Тема дня у нас сегодня необычна в каком плане? Мы говорим об украшениях, мы говорим о суевериях и мы говорим о подарках. То есть, к примеру, бытует мнение, когда влюбленные дарят друг другу цепочку, это к расставанию, и многие телезрители это подтверждают. В то же время пытаемся выяснить, а хороший ли тон, если женщина дарит мужчине украшения, перстни или также цепочку, кулон или что-то такое. Вот ваш взгляд на эту ситуацию? Я считаю, что это приемлемо, почему бы нет, почему нет. И те же перстни, в принципе, это прежде всего, как говорится, обычно дарят на долгую память. Ну это как память, нравится носить ему, не нравится, это уже его личное, скажем так, отношение к этой ситуации, но подарить, почему нет, я думаю. А там уже и детям, и внукам, да, да, скажем так. Вы разделяете, если это же его позиция? Да, я абсолютно согласна с Ваджолдасаной, а так было в практике подарить браслет. И, надеюсь, не к расставанию? Да нет, конечно. Ну, наверное, здесь уместна та позиция телезрителей, кто считает, кто во что верит. Наверное, это тоже здесь приемлемо. Что интересно, неоднократно мы рассказываем в нашем эфире о том, что еще интересного появляется в областной библиотеке. И я день за днем задумываюсь о том, что можно просто к вам прийти с утра и вечером, возможно, уйти. Возможно. А может быть и остаться. Если была, наверное, такая возможность, и оставались. Почему? Во-первых, абсолютно для всех слоев населения вы предоставляете различные возможности. От изучения языков до изучения истории, самопознания, саморазвития. Ну, много всего. И тут немаловажным являются, конечно, и книги, и, безусловно, правильное прививание, наверное, к чтению в том числе. В связи с этим, Махабад Жиласына, скажите, что открыто, открылось недавно или уже существует и активно развивается? Так, на эту тему я могу говорить и говорить. Ведь мы являемся сотрудниками именно детского сектора, мы работаем с детьми. И в этом году что новое у нас появилось для мам и для детей? Мы открыли клуб семейного чтения. Ведь почему назрела такая необходимость в создании такого клуба? На протяжении нашей работы к нам родители подходят и говорят, вот мой сын учится в школе, в начальном блоке. И у него трудность пересказа, то есть то, что он прочитал, он не может пересказать. И, в общем-то, мы с девочками подумали-подумали. Руководство нам, конечно, подсказало, давайте мы вот такой проект запустим. И этот проект начал у нас работать. И этот проект у нас работает по трём направлениям. То есть я говорю всегда трёхвекторное направление нашего клуба. Значит, мы читаем обязательное направление. Это чтение вслух. Потом на этом чуть подробнее остановлюсь, почему это необходимо. Чтение вслух. Потом второе направление. Сегодня у нас есть детский психолог, который ведёт свой блок. То есть она проводит тестовые занятия с детьми, с родителями, на психоэмоциональном состоянии ребёнка. Именно на данный момент, на момент прихода к нам. Возможно, это какая-то тяжёлая школьная неделя у ребёнка была. И, конечно, даёт уже дальнейшие рекомендации, как вести маме с ребёнком, какое внимание уделить маме и так далее. И третье направление – это английский с мамой. Но об этом читании ещё Аселя расскажет. Это потом Аселя более подробно расскажет. Очень интересное направление. И ещё что хотелось бы сказать, что у нас наш клуб посещают семьи с детьми от 4 до 10 лет. Почему такой полосы? Да, а потому что мы говорим «приводите всех детей, которые у вас есть». Поэтому 4-летний ребёнок приходит, но не умеет читать. Он видит. Он видит. И для того, чтобы он был участником чтения, мы используем вот такие вот у нас книжечки-подсказочки. То есть при работе чтения слух в клубе семейного чтения мы используем очень различные формы чтения. Это и ролевые чтения. Вот когда мы проводим ролевое чтение, то есть ребёнок старший, который умеет читать, прочитывает, а тот, который не умеет читать, он озвучивает ту картинку, которую видит. И в целом у нас получается рассказ. И очень важно для маленького ребёнка то, что он является участником этого чтения, вы понимаете, это надо видеть в глаза этих детей. И когда и практикуем, мы не говорим, чтобы дети, вот если мы даём вот эти карточки в картинках, книжечки в картинках домой, они дома прочитывают и приходят к нам, когда мы шли в задание, и читают. А в целом мы стараемся читать сами взрослые, чтобы было чтение вслух. Когда ребёнку читают книгу вслух, во-первых, у него развивается воображение. И он уже у себя в голове рисует картину именно с теми участниками того произведения, которое читается. Ну, в данном случае будем говорить о сказках. Потом у него развивается слуховая память. То есть он начинает запоминать. И очень важный момент. Обычно же дети нетерпеливые, долго не могут слушать. А когда читают, ой, слушают читающего, он слушает. И может долго слушать, не прерывать читающего. Это тоже очень важно. И потом уже, я сегодня вот не захватила, мы, прочитав какую-то сказку, обязательно проводим анализ прочитанного. Проанализировали, выделили главное. И каждый ребёнок, он, слушая, для себя определяет главного героя. И что интересно, у всех детей разные главные герои. Почему он это отвечает на вопросы? Дальше мы используем ролевое, когда используем ролевое чтение, мы проводим, вот, допустим, не так давно, 12 января, исполнился 390 лет Шарль Перо. И вот в субботу у нас последнее занятие было посвящено творчеству этого писателя. И когда я детям сказала, что красной шапочке уже 320 лет, вы бы видели, как они были удивлены. Как эта маленькая девочка, да? Да. Может быть, такой взрослый. 320 лет. Я говорю, читали ваши мамы, папы, бабушки, прабабушки, прапрабабушки. И когда я им сказала, что Шарль Перо 390 лет, и вот его сборник сказки «Матушки Гусыни», куда входила и «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах». Какую из этих пяти сказок вы хотели бы послушать? Они видят все «Красная шапочка». Мы почитали. Потом вот с элементами кукольного театра, который есть у нас в библиотеке, они разобрали все это по ролям, и мы все это инсценировали, тут же провели инсценировку. Конечно, это было очень-очень интересно. Я вот забыла масочку еще. Еще мы одеваем масочки. То есть все элементы ролевых. Все элементы ролевых. Я хочу вас, конечно, немного прервать, но и вернуться к тому, о чем вы уже ранее сказали. О том, что было такое наблюдение, что ребенок не может пересказывать. Я думаю, с этим сталкивается большинство сейчас родителей. Определены ли, может быть, с тем же вашим психологом, работающим при данном кружке, причины, почему детям сложно пересказывать? Так, на этот счет, по-моему, Анна Волкова, российский педагог, библиотекарь, мама двух детей, она проводила свою исследовательскую работу, и она говорила так, что почему ребенок не может пересказать? Потому что, если брать начальный блок, первый, второй, третий класс, он сам читает. Ему он только начал читать, ему сложно, он прилагает максимум усилий, чтобы прочитать. И здесь не до запоминаний, не до концентрации внимания на тот или иной сюжет. Не до работы с воображением. Да, не до работы с воображением. И поэтому очень важно, почему здесь говорится о том, что нужно детям читать книги вслух. Как можно раньше. И уже, когда читаешь вслух, конечно, вслуховая, и тогда ему очень легко будет пересказать. И также, опять-таки, дальше спрашивают, а как долго детям читать вслух? И вот Анна Волкова говорит, да хоть всю жизнь, пока ребенок сам не скажет, мама, папа, хватит. Давай я тебе прочту. Я сам тебе прочту. Это вот то, что российские педагоги, которые работают над этой проблемой, то, что они пишут, то, что они нам рекомендуют. Позвольте, да, воспользоваться? Конечно, у меня сразу возник вопрос, потому что, почему возник вопрос, объясню. Зная немного современных детей, и те образы, про которые вы говорили, что у них так или иначе появляются образы, да, от рассказов, возникает вопрос, вот в таком ли виде они их воспринимают. Вот еще, мне кажется, само изображение, это что-то где-то из моего детства, но не в современной обработке, не в современной картинке, а тем более сейчас, зная те мультфильмы, за которыми они следят, какие персонажи у них уже любимы. Это не как у нас, Снегурочка или, не знаю, дядя Федоров с Простоквашиной и так далее, да. Возникает вопрос, насколько им не скучно вот с подобного рода картинками, изображениями, рассказами, и какие рассказы берутся, сказки ли это, истории, за основу? За основу, знаете, дело в том, что вот этот элемент мы используем нечасто. То есть это один из элементов работы в клубе. То есть здесь, когда стала задача, как маленьких детей привлечь к чечению, чтобы они были участними, тогда мы использовали вот этот элемент. Сначала мы раздаем, они рассматривают, а это кто, а это. Они спокойно ориентируются во всех этих изображениях, даже независимо от того, что все это уже намного изменилось. Вы сами, занимаясь, не чувствуете ли действительно, ну, вот уже ту самую привязанность детей к современным мультфильмам, к образам современных, к представлениям, какими должны быть животные или люди? Хорошо. Вот на этот момент как раз получилась у нас такая ситуация на последнем занятии. Прочитали «Красную шапочку» и так далее, и все. И в конце. Хотите посмотреть мультик? Хотим. Какой мультик хотите посмотреть? «Красную шапочку». Так, я думаю, ну что же делать? Включаю им «Красную шапочку» на новый лад. Там, и вы знаете, они не стали смотреть. Мне что удивило, что они не стали смотреть этот мультик. То ли они ждали, то есть они ждали «Красную шапочку» в старом варианте. Включила, но они 2-3 минуты там максимум. Не интересно? Нет, не интересно. И вот это меня, знаете, поразило. А вы знаете, я что выделить хочу из-за вашей истории. Вполне себе жизненные взрослые ситуации, когда мы читаем книгу и видим экранизацию. И как наши ожидания, бывает, не оправдываются. Может быть, здесь действительно настолько работа с книгами и вот эти ролевые игры придают нашему воображению безграничность. Может быть, в этом? Да, может быть, в этом. А этим пусть уже психолог занимается. Да, у нас Татьяна Валерьевна Карачева. Она сегодня тоже хотела... Но у нее не получилось. Но я думаю, что еще в любом случае состоится встреча. Здесь, по крайней мере, очень важно понять вот эти основополагающие. То есть это завлечение максимально, да, в материал, в историю, в книгу, представления, ролевые игры. И что интересно, а сель мы не можем с вами не поговорить еще и на английском языке. Еще и или это просто как дополнительный бонус? Или это основа тоже основ? Да, можно сказать, это тоже основа, потому что опять у нас такие проблемы, да, дети идут в школу, уже английский с первого класса. Они должны уже начать там с трех лет, с четырех лет. И мамы не могут помочь своим детям, да, потому что они сами тоже не знают английский язык тоже. Вот. И мы тоже взяли, вот, есть такая проблема, значит, надо решить эту проблему. Вот такой большой очень проект, это семейное чтение. И один из направлений этого проекта – это английский с мамой. В идеале детей осваивать иностранный язык лучше до семи лет. А после семи лет оно идет как уже искусственно, как математика, либо другой предмет, потому что уже первая, как бы, очередь идет в школьные, да, предметы. Вот. И для этого у нас в клуб для детей с четырех до семи лет приходят вместе с мамой, вместе с бабушкой, вместе даже с папой. Вот. На уроке мы вместе занимаемся, песни поем на английском языке, в игровой форме запоминаем новые слова, в игровой форме указываем предметы вокруг себя, вот, смотрим короткие какие-то мультики, разукрашиваем, рисуем, вот таком вот погружаемся в мир иностранного среду, иностранного языка и изучаем английский язык. А кому сложнее, детям или взрослым? Кажется, взрослым сложнее. Я думаю, что, чтобы научить язык, чтобы обучать своих детей, один из самых сильных стимулов, чтобы выучить английский язык самому, да, это, получается, мама. Основная, как бы, цель этого программы, чтобы мама, когда дети уже идут, пойдут в школу, чтобы они могли помочь, да, своему, например, ребенку именно дальше обучать английскому языку. А это все происходит в течение какого времени? Это разделено на как-то, то есть, вот, есть, скажем так, одно занятие, да, пришли ребята в клуб, и вообще, как выглядит весь рабочий вот этот процесс? Ведь не все могут прийти в одно и то же время, или? Ну, у нас проходят это выходные, суббота, воскресенье, так как библиотека у нас работает, как бы, без выходных, да, и удобно для детей, для мам, потому что они все отдыхают. Мы, я сперва веду английский, потому что там надо уже, как бы, сидеть, да, слушать, заниматься час, а потом уже у нас занимается психолог дальше, проводит тестирование, и дальше семейное чтение, и у нас получается два часа выходных с 11 до часу примерно мы занимаемся. То есть, несвободное посещение, не тот случай, когда вот я захотела именно в 3 сейчас прийти, у меня время появилось, и я пришла на занятие. Нет, у нас здесь... Работа клуба, вообще, вообще... Работа клуба у нас, значит, по графику с 11, допустим, до часу, и с 3, еще с 3 часов, вторая половина, кто не может в первую половину дня, может во вторую половину дня прийти. И мы здесь, если мы вначале проводили, допустим, просто из опыта провели чтение семейное, потом психолог, потом английский, им уже тяжеловато сидеть. Поэтому здесь мы немножечко перестроили работу, сначала английский проходит, потом Татьяна Валерьевна с ними проводит подвижные игры, психотесты какие-то, то есть немножечко ребенок разгружается, и здесь уже дальше, следующее третье направление, уже чтение, и дальше мы уже играем в инсценировки, тоже опять-таки ребенок умственно разгружается. А сколько у вас можно принять в группу людей? Ну, знаете, вот однажды пришли у нас максимальное количество 30 человек вместе с детьми, родителям, а у нас кабинет, учебный кабинет есть, родителям пришлось выйти в коридор, а так как с морозами немножечко дети спали, заболели, родители и так далее, сейчас у нас в среднем где-то 10 мам, по двое детей, 20 детей, вот такое количество, зал у нас сейчас большой, условия прекрасные, приходят с удовольствием. Я так понимаю, если будет спросом пользоваться, и людей будет все больше, то, соответственно, либо время добавится, либо помещение увеличится. Конечно, мы, может быть, и не в субботу, и не в воскресенье, может быть, в рабочие дни, именно ближе к концу рабочих дней, во второй половине дня сможем организовать такие встречи. Но ведь это для мам прекрасная разгрузка, познакомиться с другими мамами, помимо того, что для себя перенять вот этот опыт. То есть я думаю, что сейчас на вопрос, ну что там уметь ребенка прочитать, соответственно, вы уже ответы получили, потому что здесь не самое главное – дочитать рассказ до конца и закрыть книжку, уйти, оставив ребенка со своими мыслями. А поработать с ним, узнать, как он понял этот рассказ. Что еще мне интересно, это, может быть, на опыте уже проведенном, сколько существует, да, клуб, какие-то возможные изменения, и самое главное, мамы читают вне клуба. И наверняка они этот вопрос задавали. Я сейчас вам расскажу про, значит, пришел папа с дочкой, тоже самое из опыта работы, девочка села, папа говорит, я пойду читать, она, я не хочу читать. А я им, ну, стала про свой клуб рассказывать, я говорю, вот так, вот так, вот так, приходите к нам в клуб, тем более у нас пап нету, а он с дочкой пришел. А девочка говорит, я не хочу читать. Я говорю, как ты не хочешь читать? Она, ну не хочу я читать, я устала. Папа ее уговорит, ну давай вместе пойдем, я возьму книжку, ты возьмешь книжку, ты свою почитаешь, я свою почитаю. Посиди в библиотеке. Она говорит, не хочу читать. А я ей задаю вопрос, а зачем ты пришла в библиотеку? А она говорит, знаете, я хочу сесть, закрыть глаза, потом открываю, а вокруг меня книги. Я хочу в тишине среди книг побыть. Ребенку 10 лет. Я не поняла, откуда у нее это. Ну, мне этот ответ, естественно, очень понравился. Ну, мы с ними поговорили. Возможно, тяжелая учебная неделя. Возможно, да. Она говорит, у меня дома книги есть, я почитаю. Ну, естественно, я говорю, вы приходите, пригласила их. Вот следующая семья. Их мама с папой. Ну, видно, что вот в первом случае высокоинтеллигентная семья, оно видно по папе. Вторая семья, мама, папа и две девочки. Они приходят, мама уходит в читальный зал на второй этаж, папа с девочками. Маленькая девочка читать не умеет. Вы бы видели их. Папа вместе с ними. Они выбирают их книжку. Старшая девочка рассказывает. А потом я раздела эти кукольные персонажи. Папа тут же берет, а давай вот это. Вы понимаете, здесь видно, что семья читающая, что мама, папа читают. Естественно, у детей к книгам отношения особенные. И такие вот именно семьи приходят к нам. И они обычно, занятия закончились, мама или папа говорят, вы здесь посидите, я схожу наверх в читальный зал. Мне нужно себе книжечки выбрать, мне нужно папе книжечки взять. То есть культ чтения, культ книги в этих семьях присутствует. Естественно, они детей. Вот как вы говорите, они в 10-11 приходят, в 5-6 вместе с нами выходят. То есть в выходные дни они... То есть там у нас и шахматы есть, и настольные какие-то игры есть. Недавно мы открыли буквально... У нас, по-моему, три занятия прошло, да? Швейную мастерскую. Да что вы. Да, пытаемся, пытаемся. А с чего это началось? Папа привел девочку и говорит, а мы на зимних канюклах решили сделать просто мастерскую Деда Мороза, чтобы детей занять и так далее. У вас здесь учат шить. У нас сразу мысль возникла. А Силья говорит, а почему нет? Я люблю шить, я умею шить. А давайте организм... И вы понимаете, нас стало больше и больше. То мы просто сначала иголочницу шили, теперь они на последнем занятии кукол сами шили, дети. И им это так нравится. И бабушки приходят с такими глазами и говорят, слушайте, какое вы дело здесь затеяли. Они же иголку не умеют в руках держать. И вот девочки к нам приходят. Мальчики есть, нет? Есть, да, даже мальчики. Я думаю, что не возникает вопрос, чем заняться в выходные. Приходите к нам в библиотеку, да. И вообще говоря про Усть-Каменогорск, наверное, областная библиотека уже должна стать таким тоже центром. Вы знаете, вот приезжают туристы, да, и спрашивают, а что у вас есть в Усть-Каменогорске? Вы приведите в гости библиотеку. Хоть один разочек. Да и сами обязательно побывайте. Я не могу не спросить в завершении беседы, что за книги и почему они с вами. Так, коль мы библиотека, работаем с книгами, продвигаем книги, популяризируем чтение, мы не могли не принести книги. Вот здесь у меня книги французских педагогов-психологов из серии «Добрые книги по воспитанию». То есть здесь рекомендации. Вот почему ребенок обманывает, почему он агрессивен, почему он ревнует. И вот обо всем об этом, вот эти книжки, как помощь родителям, именно как себя вести с ребенком. А, так тут здесь прям… Разные, да. Вот, допустим, обман. Почему ребенок обманывает? С чем это связано? Но они не красочные, то есть это именно такой… Нет, это для родителей. Это книжечки, да, для родителей. Это «Добрые советы по воспитанию» и «Добрые советы по воспитанию». Тело, агрессивность, обман, все другие. И вот еще одна книжечка. Это тоже самое. Это может пригодиться для учителей, не пригодится, необходимо для учителей, и пригодится для родителей. Обучение как приключение. То есть как заставить ребенка учиться. И как это… А я не могу спросить, учителя-то проявляют интерес к тому, чтобы по взгляду поняла, что да. Конечно, конечно, конечно. Всегда звонят, какие мероприятия, что, куда, зачем, как мы можем привести. Вот эти книги, какие-то у нас новые издания появляются, мы на сайт выставляем. Поэтому, пожалуйста, уважаемые педагоги, родители, вот 2016 года издание «Как сделать уроки интересными и увлекательными». Обучение как приключение. У нас одна мама взяла, прочитала, она была в таком восторге. Книга, говорит, вообще прекрасна, когда только новость на сайт выставила. И поэтому книга ждет вас. Приходите. Ну, в общем, да, действительно, основная ведь задача – это еще и делиться той литературой, которая и вам позволяет наладить всю эту работу. Поэтому, друзья, я напомню, понедельник – выходной день, ну, а в остальное время все шесть дней вы можете посвятить саморазвитию с детьми в том числе. Читать нужно правильно. Я помню, что еще ваша коллега, приехав только из Германии, отметила, как это прививается, вот эта культура чтения в юном еще возрасте. Ну, и действительно, лучше, неизвестно, как будет в ближайшее время. Может быть, книги станут единственным источником для нас. Все вернется, на вот так, круги свои. Как знать. За это вам большое спасибо. Я думаю, что мы будем уже следить за тем, как будут события развиваться, сколько желающих будут приходить читать. Напомню, это выходные дни с 11 до часу и с 3 до 5. Вот суббота и воскресенье для всех желающих. Мамы, бабушки, соседи берите с собой, деток берите, приходите, читайте. Что тут еще добавишь? У нас представители областной библиотеки сегодня были в студии. Это Асель Султанова и Махабар Тушенбекова. Друзья.